Карта мира на дожди. В Йемене возобновились демонстрации, их подавляют, расстреливая людей. Противостояние сторонников и противников президента может перерасти в настоящие боевые действия. Все последние недели в Йемене сохранялась относительно спокойная, но все равно очень напряженная обстановка. Войны как таковой в стране не было, но в разных частях страны вспыхивали конфликты за территорию. Президент Йемена Али Абдаллас Салих сейчас находится в соседней Саудовской Аравии на лечении. Он был тяжело ранен в июне, когда против него совершили теракт. И только это заставило его тогда покинуть страну. Йеменская оппозиция, которую Салих на протяжении нескольких месяцев расстреливал, с тех пор жила в ожидании его смерти или, по крайней мере, ухода в добровольное изгнание. Делами в стране управляли члены семьи Салиха, которые руководили страной через вице-президента Абдурабу Мансура Хади. В конце августа Салих сделал сенсационное заявление. Он сказал, что в Йемене надо в скорейшее время провести переговоры с оппозицией. А потом и вовсе устроить честные выборы. Но, как это часто случается с Салихом, уже через несколько дней стало ясно, что говорил он не совсем то, что думал. Никаких переговоров так и не состоялось. О выборах власти Йемена больше не упоминали. Претестующие все это время находились в специальном лагере в центре столицы Саны. И их охраняли войска генерала Али Мохсена, который перешел на сторону оппозиции еще весной. Периодически в городе происходили стычки его солдат с солдатами президентских сил. Но сейчас они переросли в масштабные бои. Когда демонстранты покинули лагерь и направились в сторону президентского дворца, по ним открыли огонь. За два прошедших дня в Сане от нападений снайперов погибли свыше 50 человек. И сегодня жертв стало на 7 больше. Лагерь оппозиционеров начали обстреливать минометным огнем. И, как рассказывают очевидцы, вокруг него и вокруг площади университета выстроились кордоны войск генерала Али Мохсена. Им вроде бы удалось отбить наступление тех частей, которые верны Сальху и его семье. Под огнем оказались даже дети. И весь интернет облетело видео с раненым ребенком лет 5 от сил. Но я вам его не буду показывать из этических соображений. В общем, все надежды йеменской оппозиции на перемены рухнули. Значит, для Али Абдала Сальха, наоборот, все идет по плану. Возможно, он собирается с силами, чтобы вернуться в страну. Но ему в таком случае грозит либо смерть, либо суд. В принципе, он может оказаться хитрее. Скажем, в ближайшие месяцы он может защищать власть своего заместителя Мансура Хади. На это у него сил достаточно. А потом он может предложить следующий план. Пусть Хади правит до сентября 2013 года. То есть до окончания срока правления Сальха. А потом можно и выборы провести. Если у оппозиции не хватит сил устроить революцию до этого срока, она явно будет ослаблена. Ведь экономика страны остановилась. И люди голодают фактически. И тогда к власти может прийти сын нынешнего президента Ахмед Сальх. Сейчас он руководит элитными военными подразделениями. Но для этого надо как можно дольше затягивать переходный процесс. А это йеменскому президенту удается лучше всего. Карта мира на дожди.